Экологические проблемы грозят и Соединенным Штатам Америки, если не приложить усилий, именно над США может образоваться огромная озоновая дыра, по крайней мере, так утверждают ученые из Гарварда. Как американцы реагируют на решение Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения? Подробнее Елена Абрамович. Парижскому соглашению быть, даже если президент США Дональд Трамп считает, что его страна не должна участвовать, когда лидер не слышит. В Евросоюзе апеллируют к гражданам и небезуспешно. Слова поддержки в адрес Парижского климатического соглашения последние несколько дней звучат в самых разных местах. Канадский премьер Джастин Трюдо решает напомнить о важности соглашения во время плавания на каяке. А немецкий министр иностранных дел Зигмар Габриэль в рамках визита в Россию. Я был министром окружающей среды и помню, как много мы работали, чтобы наконец убедить США. Что самое важное в защите климата? Беречь энергию. Это хорошо для экономики. В Еврокомиссии пытаются найти поддержку соглашения среди бизнеса и политиков США. 29 статей Парижского соглашения не будут повторно обсуждаться. Они будут выполнены. Также мы намерены достигать цели с помощью партнерства с гражданами США, американскими компаниями, сообществами, штатами. И уже есть первые результаты. 12 штатов создали альянс США по климату. А лидеры более 200 американских городов объявили себя мэрами климата. Открытое заявление о том, что они не выходят из соглашения, подписали 1200 бизнес-лидеров. В том числе и такие гиганты, как Google, Apple, Facebook и Microsoft. Калифорнийский губернатор сравнил угрозы от климатических изменений с фашизмом. Угроза климатических изменений имеет иную природу, чем фашистские силы, которые когда-то угрожали миру. Но результаты могут быть даже более разрушительными. Парижское соглашение – плохая сделка для США. Так аргументировал свое решение Трамп. Франция в ответ переделывала ролик Белого дома. Выйти из соглашения – это плохая сделка для США. Откорректировали видео во французском МИДе. И объяснили – на самом деле американцы тратят на поддержку зеленых инициатив меньше, чем многие страны ЕС. Французский президент перефразировал знаменитый лозунг Трампа о величии Америки на «Давайте сделаем нашу планету снова великой». Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Продолжение следует...